Так начинается утреннее приветствие в одном из самых больших питомников на полуострове. Музыкант по образованию ни дня не работала по профессии. 18 лет назад, после окончания музучилища, Анастасия вышла замуж за Андрея Семашкина и заразилась его любимым делом. Выпускник Академии физкультуры собаками увлечен с раннего детства. Гонка этого года станет для него одиннадцатой. А его супруга и мать семерых детей отправятся на большую гонку уже в пятый раз. Но уже без своего любимца графа. Он аристократ, конечно, такой. Ему мяско порубить и подавать. И готов поесть. Он, конечно, привереда такой. Граф же. Поэтому очень часто, как назовешь кличка, соответствует собаке ее характер. Камчатская ездовая прошла с Анастасией четыре беренгии. В этом одиннадцатилетнего графа отправили на пенсию. Сейчас в питомнике северных ездовых собак Андрея и Анастасии Семашкиных снежные псы живут 120 собак. Подготовка к большой гонке здесь начинается еще осенью. Сначала тренировки проходят на картах. А как только выпадает первый снег, собак запрягают упряжку. Ежедневно все они пробегают не менее 50 километров. Собака не только надежный и верный друг человека, но и безотказный транспорт. Учитывая камчатские погодные условия, когда за сутки могут образоваться сугробы почти метр высотой. Четвероногие, пожалуй, единственные, кто могут доставить до пункта назначения. На собачьих упряжках уж точно нигде не застрянешь. Сегодня семья Семашкиных стали первыми каюрами, подавшими заявку на участие в Камчатско-традиционной гонке на собачьих упряжках Беренгии-2020. Напомню, заявочная кампания завершится 1 февраля 2020 года. В этом году протяженность гонки составит 1050 километров. Трасса пройдет от села Мильково до села Теличики. Лиса Натыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство Камчатка.